Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого. Слово к неверующему Отцу. Продолжение. Хочешь ли увидеть из другой стороны свою бедность и богатство твоего сына? Так ступай, отними у него одежду, которая только одна и есть у него. Выведи его из келья, разори его убежище, и при этом ты не увидишь его недовольным и печальным. Но он еще будет благодарить тебя за то, что ты ведешь его к большому любомудрию. А если у тебя кто отнимет только десять драком, ты никогда не перестанешь плакать и горевать. Кто же богат? Тот ли кто терзается из-за малого или кто презирает все? И не только это сделай с ним, но изгони его из всей страны, и ты увидишь, что он станет смеяться над этим, как над детскую игрою. Если бы тебя кто изгнал только из Отечества, ты стал бы ужасно страдать и не перенес бы такого несчастья. А он, как собственник всей земли и моря, так легко и беспечально будет переходить с одного места на другое, как ты ходишь по своим полям, и даже еще легче. Потому что тебе, хотя и можно ходить по своим полям, необходимо, однако же, проходить и по чужим. А он по всей земле пойдет, как по своей собственной. Питье ему везде доставляют в изобилии озера и реки, источники, а пища для него – овощи, травы и во многих местах хлебы. Не говори еще тебе о том, что он презирает им всю землю, потому что его город – небо. И если должно будет ему умереть, он веселее примет смерть, чем вашу роскошь. И лучше пожелать умереть в таком состоянии, чем в Отечестве и на постели. Так что можно назвать странником, изгнанником, искитальцем, имеющего Отечество и живущего в своем доме, а не его, отрешившегося от всего этого. Даже изгнать его из Отечества ты не можешь, пока не сгонишь со всей земли. Пока так пусть будет сказано, а говоря по правде, тогда именно и припроводишь его в Отечество, когда сгонишь с земли. Но это еще не для тебя, не знающего ничего больше видимого. Не можешь ты представить его иногим, пока он облечен одеждами добродетели, не изнуришь его голодом, доколе он знает истинную пищу. А богатые подвержены всему этому. Так что и в этом отношении не ошибется тот, кто назовет их бедными и очень бедными, а тех действительно богатыми. Ибо кто может везде найти в изобилии пищу и питье, жилища и отдых, и не только не тяготиться, но даже веселее живет в этих обстоятельствах, чем вы в своих, тот очевидно богаче всех вас богачей, которые всем этим можете пользоваться только дома. Оттого он никогда и не жалуется на бедность. Притом такое богатство уже лучше не только его по изобилию и приятности, но и потому, что оно неистощимо. Никогда не обращается в бедность, не подлежит неизвестности будущего, не причиняет забот и не поддается зависти, но пользуется удивлением и похвалой и всякой честью. Тогда как у вас оказывается противное. Вас не только не хвалят за богатство, но многие даже ненавидят и отвращаются. Завидует вам и строит козни. Он же так, как владеет истинным богатством, за это особенно и пользуется удивлением. Поэтому и не преследуется ни завистью, ни кознями, а кто крепче здоровьем. Не владеешь ли ты таким богатством, как пользующийся чистым воздухом, и здоровыми источниками, и цветами, и лугами, и свежим благоуханием? Светет и крепнет, подобно полевым животным. А тот, как бы лежащий в грязи, не слабее ли и не больше ли расположен к болезням? Если же он имеет пред тем преимущество в здоровье, то очевидны его удовольствия. Ибо кто думает, что и больше наслаждаются удовольствиями? Тот ли кто покоится в высокой траве у чистого источника, под тенью ветвистых дерев, насыщает глаз созерцанием, имеет душу, чище небо, и находится вдали от шума и смятения, или тот, кто заключен в комнате? Мрамор, конечно, не чище воздуха, и тень от кровли неприятнее тени древесной. А пол каменной не лучше луга, украшенного разными цветами. Свидетели этому вы, богачи, которые, если бы возможно было вам иметь на кровлях деревья, и приятные луга, предпочли бы их золотой кровлей и дивным стенам. Посему вы, когда является желание отдохнуть от множества трудов, оставляете эти стены и идете к тем лугам. Но ты, может быть, скорбишь о той великой и важной славе, которая здесь совсем не видна. Сравнивай дворец, пустыня и тамошние надежды здешними, ты думаешь, что сын твой упал с самого неба? Так наперед надо было узнать тебе, что ни пустыня не делает бесчестным, ни дворец славным и знатным. И прежде нежели приступим к умственным доказательствам, рассею твое недоразумение примерами не нашими, а вашими. Слыхал ты, конечно, о Дионисии сицилийском, слыхал и о Платоне, сыне Арестонова. Кто же из них, скажи мне, был знаменитый, то воспевается и всегда вспоминается устами многих. Не философ ли преимущественно перед тираном? Между тем, этот владел сию Сицилию, проводил время в роскоши и в течение всей жизни был окружен богатством, копеносцами и прочим блеском, а тот проводил время в саду Академии, садил и поливал деревья, ел маслины, имел скудный стол и был чушь всего того блеска. И не столь удивительно еще это, как то, что он, и сделавшись рабом, и бы продан по воле тирана, не только не оказался вследствие этого бесславный его, но и самому тирану показался за это достойным уважения. Такова добродетель. Она не только делами, но и страданиями своими не оставляет в темноте и безвестности саму себя, исполняющих ее. А учитель его Сократ? Насколько он был знаменитей Архивая? Между тем, этот был царь и жил очень богато, а тот проводил время в лицее, не имел ничего, кроме одной одежды, в которой являлся зимой и летом, и во все времена года. Ходил всегда без обуви, по целому дню оставался без пищи, питался одним хлебом, который и заменял для него все блюда и кушание. Даже этого пропитания не имел дома, а получал его от других, проживая в такой крайней бедности. Однако же, был настолько знаменитый от того царя, что и после многократных приглашений его к нему не хотел оставить лице и пойти к его богатству. Из господствующего ныне мнение о них видно и то, что было прежде. Их имена известны многим, а те, где они все архивы, а никому. Еще и иной философ Синопский Диоген настолько был богаче многих таких царей, хотя и ходил в рубище, что Александр Македонский, сын Филиппа, когда вел войско против персов, оставив все, пошел посмотреть на него и спрашивал, не нуждается ли он в чем и не прикажет ли чего. А тот отвечал, что ни в чем не нуждается. Не довольны ли тебе примеров, или хочешь, чтобы мы напоминали и о других. Этим уже сделали знаменитые не только знатных царедворцев, но и самого царя, избрав частную и мирную жизнь, не захотев даже приближаться к делам общественным. Но и в самом обществе гражданском увидишь прославившимися не тех, которые жили в богатстве, роскоши и изобилии, а тех, которые проводили жизнь в бедности, в простоте и скромности. Уфинян, арестит, которого по смерти похоронил на свой счет государство, был настолько знаменитый Аль-Кивиада, отличавший бы сей богатством и происхождением, роскочью, и силой слова, и крепостью тела, и благородством, и всем другим, насколько дивный философ какого-нибудь простого мальчика. Уфинян и поминонт, человек, который получил приглашение в собрание, не мог прийти туда, потому что его одежда его находилась в мытье, а другой для перемены он не имел, был знаменитый из всех тамошних военачальников. Так не говори же мне ни о пустыне, ни о дворце. Слава и знатность не в местах, не в одежде, не в сане и не во власти, но только душины, доблести и любомудрии. Продолжение следует.